Я в первую очередь хотел бы поздравить все-таки с праздником. Завтра самый наш великий праздник, величайший праздник, День Победы над фашистской Германией, День Победы в Великой Отечественной войне. И это заслуга всего нашего советского народа. И хотелось бы поздравить всех россиян, всех наших друзей в бывших наших республиках Советского Союза. Но поскольку у нас радио Москвы, конечно же, наших москвичей, моих соседей, жителей Новоперезелкино, с праздником, с великим праздником, дорогие друзья, это праздник, которым мы гордимся. Мы действительно его каждый год ждем и встречаем его по-настоящему со слезами на глазах. И нам сегодня, вот в эти трудные дни, когда происходят совершенно безобразные события, когда фашизм поднимает голову на Украине, мы понимаем, что только Россия была и остается гарантом того, что фашизм не пройдет. Только мы являемся гарантом того, что мы его победим. И слава Богу, что сейчас и Крым мы отстояли, помогли крымчанам вернуться в Россию, и фашисты не смогли его никак разгромить. Я надеюсь, что и наших братьев на Украине фашизм также не пройдет. Я желаю им помощи, а ветеранам нашим, всем, кто трудился в тылу, на фронте, всем доброго здоровья и низкий всем поклон. Эрнест Бануэллч, вы были вместе с депутатами Московской городской думы в Севастополе, уж коль скоро о Крыме заговорили, видели мы эти репортажи, только-только вот, да, вошел к нам в Севастополе. Ваше впечатление? Вы знаете, потрясающее единство людей, вот настоящее единство. Они всегда были с нами, всегда были душой, сердцем, всегда были с Россией. И когда вот наступили такие тревожные дни, вот перед лицом опасности, настолько они объединились. Мы поехали их поддержать, поддержать в их стремлении провести референдум и присоединиться к России, а получалось так, что они нас поддержали. Не поддержали, они нас зарядили просто величием своего духа, зарядили такой энергией, таким патриотическим порывом мощнейшим. Я подходил на улице к людям, совершенно случайно, просто останавливал на улице и просил на камеру, на видеокамеру сказать несколько слов, что они думают о сегодняшней ситуации, что они думают о предстоящем референдуме. Все как один говорили, что мы верим Путину, мы члены России, мы с Россией. Только вы нас не бросьте, мы никогда не отдадим эту землю, фашин здесь не пройдет. Они говорили, что это город русской славы, это великий русский город, мы никогда не допустим, чтобы он был под фашистами. И они так радовались в ожидании этого референдума, вот все как один. Вы знаете, я приехал, когда еще ехал из аэропорта, подъезжаю к Севастополю, первый блокпост. Вот стоят наши казаки, казаки, которые приехали с разных регионов России. И вот первый человек, который проверял у меня документы, и очень тщательно проверял, невероятно тщательно, это сосед из моего дома. Новопеределкино? Новопеределкинский казак. Он живет в соседнем подъезде у меня в Новопеределкино. Вот я приехал посмотреть, как живут люди, чем дышат, и рассказать их настрой здесь, в Москве. А он приехал своим присутствием, своим знанием и умением поддержать, защитить Крым. Вот такая была встреча. Завтра мы увидим парад из Севастополя, посвященный 70-летию освобождения Крыма. Это будет великолепное зрелище. А у нас есть звонок из города. Возьмите наушники, пожалуйста, 788-3605. Напомню, что с нами Эрнест Эммануилович Макаренко. А на связи Людмила Михайловна. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно слышать вас. Я была на встрече с вами. Я очень благодарна, что вы выполняете такую значительную миссию вообще для нашего, конечно, района. Вы очень много сделали. Спасибо. И это очень приятно, что у нас есть такой человечек, который живет рядом с нами и так много помогает нам во всем. А у меня просьба к вам, потому что я не успела задать вам вопрос. Вы торопились на следующую встречу. Ну, видно, конечно, вы человек очень занятый. Вот. Но я о своем дворе волнуюсь, который у нас в Новопеределке находится по Боровскому дому 37. Вот у нас, вы знаете, поставили опять колышки, которые, вы знаете, мы мучаемся, что по прохожей части у нас все время машины огромные ставят. Не то, что там обычные рефрижераторы и вообще. Дети идут в школу. Дети, в смысле мамаши ведут детей в колясочках. И приходится лавировать между машинами. И вот сейчас нам поставили опять, загородили, сделали мы, как говорится, обратились с просьбой, но делают на таком низком уровне, что этот вот как раз столбик, его можно взять рукой и вытащить. Понятно. Вот, вы понимаете? Ну, записал, Эрнест Иванович, я вижу, в свой блокнот. Не так, чтобы это действительно было, это одно. И второе, вот вы знаете, мы измучились, у нас рядом, значит, большой Петровский универсал, здесь дома жилые. И вот бункер, который был, значит, по плану в прошлом году, бункерная площадка должна была быть построена. Но почему-то никакого ответа, ничего. И этот бункер у нас возят по всем дворам. То у нас на проезжей части поставят, то около дома вообще впритык. Вот у нас два дня мы добивались, вы знаете, прям в окна. Машина въезжает и выгружает этот бункер. Это ужас был. Я понял, я сейчас вернусь, когда с радио, я поеду сразу в управу и заеду в ваш двор. И мы посмотрим с управы, что обязательно спросить. Спасибо вам большое, помогите нам. Обязательно. Вот в этом такой, он вроде бы, простой вопрос, но никак. Спасибо, спасибо, Людмила Михайловна. Вы были сегодня первой ласточкой в эфире. Мы принимаем звонки по телефону 788-3605-836-05. Эрнест Иванович, вы часто встречаетесь с народом. Интересно, какие вопросы больше всего волнуют жителей Новопеределкино? Ну, судя по первой ласточке, которая была у нас сегодня в эфире, все-таки вопросы благоустройства дворовых территорий, хранения машин. Это проблема, которая возникает во всем городе и также в Новопеределкино. Это с парковкой машин, потому что, к сожалению, проектирование дворов совершалось таким образом, что оно совершенно не рассчитано на сегодняшнее обилие легкового транспорта. К сожалению, большие проблемы создают и грузовые частные машины, которые паркуются даже во дворах, паркуются вдоль проезжей части, создают огромные помехи. И самая большая опасность, когда дети идут в школу, переходят через дорогу, и ребенка не видно, когда он выходит из-за борта грузовой машины. Это вообще безобразие. И вот мы 24 числа обсуждали подобные вопросы на комиссии по безопасности дорожного движения в префектуре. Часть из них решили, будем еще сейчас добиваться, чтобы навести порядок в этом плане на улицах. Конечно, большая проблема – это пробки, это вообще организация дорожного движения, это строительство новых дорог рядом с Переделкино, которые затрагивают интересы Переделкино. Ко мне обратились уже тысячи жителей, одна группа, которая больше трех тысяч жителей, вмешаться в эту ситуацию и поправить. А расскажите, что за ситуация дорожно-транспортная? Это ведь очень такая проблема, серьезная, городская. Да, у нас две. Начну, наверное, с которой пока сегодня сложилось, а потом другая вот про дорогу будущую. Сегодня у нас стоит пробка. Иногда от 40 минут до полутора часов можно простоять на первом светофоре на въезде в Переделкино со стороны Московской области. И наша задача сейчас эту пробку каким-то образом ликвидировать. Принято решение на конец 24-го числа. Документы уже ушли в правительство Москвы о том, что на перекрестке при въезде в район Новопеределкино с улицы Федосина будет светофор со стрелкой левого поворота, чтобы часть автомобилей не ехали через все Переделкино, а кому нужно уйти к жилым домам, ушли налево на стрелку. Также изменим мы организацию движения возле рынка на перекрестке Боровского шоссе и улицы Шолохова. Решение такое принято. Там также будет запрещен левый поворот на Боровское шоссе, поскольку он теперь будет раньше, на полкилометра. За счет этого мы удлиним зеленую фазу светофора по прямой в сторону Москвы, тем самым мы меньше заставим водителей стоять в ожидании на этом светофоре. И там еще целый ряд вопросов, но это слишком долго рассказывать, я думаю, не будем занимать эфир. Жители в ближайшее время это увидят. Но это было желание жителей, наказ жителей, да, и вы работали в этом направлении. Да, это был наказ жителей. И несколько раз я обращался письменно в город, ничего не получалось. Наконец мы провели такую рабочую группу по безопасности дорожного движения, и все специалисты, в том числе ГИБДД и другие, все поддержали. Мы сформулировали предложение в департамент транспорта, и сейчас вопрос будет решен. А вторая проблема – это ожидаемое строительство магистрали Солнцево-Бутово-Видное. Магистраль реально необходимая. Это дублер Московской кольцевой автомобильной дороги. И это скоростная трасса с полосами отдельно выделенных для общественного транспорта. И параллельно пойдет линия скоростного трамвая, нового для Москвы транспорта. Это очень, я надеюсь, удобно по тем планам, которые существуют. Это очень интересный, очень нужный нам ожидаемый транспорт. И маршрут будет из Новопеределкино-Видное, да, у скоростного трамвая? Да. Запланировано в городе несколько маршрутов скоростного трамвая. Это первый – от платформы Мичуринец, через новые строящиеся районы вдоль Новопеределкино, через Киевское и Калужское шоссе, туда на Бутово-Видное. Но беда в том, что хорошие, нужные для города проекты осуществляются практически всегда без совета с жителями территории. Это не значит, что нужно собирать собрание всех жителей. Но надо прийти посоветоваться с депутатами, с инициативной группой, с общественными советниками, и найти в стадии еще идеи какие-то взаимные, в процессе обсуждения взаимные какие-то решения. А как же публичные слушания? Публичные слушания, на них выносится проект, который уже на него потрачены огромные миллионы, работало несколько проектных институтов. Этот проект уже практически полностью разработанный, и он из-за того, что заранее на нулевом этапе не посоветовались, не пришли на территорию, ведь не говорится о том, что дорогу не надо строить. Дорогу строить надо, она всем нужна. Просто нужно всегда найти, выйдя на место, такое решение, которое бы минимально носило ущерб жителям или природе, и, может быть, нашлись бы какие-то интересные идеи. Так мы сделали год назад с Московым архитектурой вопрос станции метро. Вот, кстати, о метро, Эрна Станулуилович. Это действительно проблема-проблем для замкадного района Новопеределкино. Ведь сейчас добираться от юго-западной это часа полтора, да? По-разному бывает и больше, бывает иногда частью меньше. В одну сторону, в другую. Поэтому жители вашего района мечтают о метро. И речь идет уже о строительстве трех станций в этом районе. Да, о строительстве трех. Расскажите, порадуйте. Да, они уже строятся. И уже конкретные сроки определены. Действительно, у нас планировалась только одна станция метро в центре района, на перекрестке улицы Шолохова и Боровского шоссе. Но в процессе вот таких рабочих обсуждений с Моском архитектурой мы нашли, когда уже проект был готов и уже было поручено его исполнять, я успел вмешаться и изменить его в интересах как жителей района, по просьбе жителей района, так и в интересах всех прилегающих территорий, которые построились около нашего района. Это колоссальные жилые комплексы по размерам соизмеримые с Новопеределкино, плюс вся Новая Москва, ближайшие районы наши соседи, там Внуково и так далее. Да, да. Удобство не доставило бы тем, кто приехал бы в наш район на конечную станцию метро. Речь идет о станции метро, рассказываю? Нет, о станции метро, которая Шолоховская, пока условное рабочее название, на околорынках Переделкино, на перекрестке Шолохова и Боровского шоссе. Вы добились переноса? Нет, не переноса. Мы нашли с Моском архитектурой разумное решение построить дополнительную станцию метро. Эту оставить, а конечную станцию дополнительную вынести за границу Новопеределкино на Боровском шоссе, на пустом месте, выделили полтора гектара под перехватывающую парковку, под цивилизованную автобусную станцию и конечную станцию метро. То есть она ушла вот с этой транспортной проблемой конечной станции на Боровское шоссе просто на трассу из жилого района. И те жители, которые приедут к нам из Новой Москвы, они не будут стоять в пробке, чтобы въехать в жилой район, они сразу остановятся на конечной станции. Замечательно. Итак, три станции метро теперь будет. Три, потому что мы еще передвинули станцию, которая была в полукилометре от Новопеределкино, так нашли интересное разумное решение для жителей и Солнцево, и Переделкино. В Солнцево станции метро предвинуто на улицу Богданово к храму Сергия Радонежского и Куправе района. И за счет этого станция промежуточная, которая была в промзоне практически в низине, наши жители прекрасно это знают, где мостик железнодорожный, где ходит сейчас экспресс, она вдалеке, реально вдалеке от жилья, совершенно неудобная. Мы ее таким образом разместили на перекрестке улицы Приречной и Боровского шоссе в самом начале Новопеределкино. Теперь Переделкино вместо одной имеет три станции метро в начале, в середине и в конце. Ну а когда действительно откроются эти станции? По постановлению правительства Москвы сдача станции 17-й год, но есть поручение мэра найти возможность построить станции в 16-м году с превышением срока. Для того, чтобы это выполнить, каждая станция метро сейчас строится отдельной крупной компанией, не просто компанией, страной. У нас когда-то, когда мы были Советским Союзом, мы строили метро в разных городах, в разных республиках. И в Москве не хватает мощностей и профессионалов, которые строят московское метро. И Сергей Семенович привлек для строительства метро вот эти компании из бывших наших советских дружеских республик. У нас одну станцию строит Белоруссия в Новопеределкино, одну станцию строят метростроевцы Азербайджана. И за счет такой концентрации сил, когда одна крупнейшая компания строит одну станцию, конечно, работа пойдет очень оперативно. Напомню, что в прямом эфире на радио Москвы Эрнест Эммануилович Макаренко, глава муниципального округа Новопеределкино. Если есть какие-то вопросы, пожелания, просьбы, пожалуйста, присоединяйтесь. 788-3605. Вот вы как-то сказали, что нерешаемых вопросов не существует, если они не нарушают закон. Вот так вы и работаете, да? Да. Когда жители к вам обращаются, решаете по возможности все, абсолютно все их проблемы. А проблемы эти, конечно же, в первую очередь в области благоустройства дворовых территорий. Вот сейчас сезон начался, это очень важно, чтобы они были комплексно благоустроены, наши дворы, наши микрорайоны. И, конечно же, вторая городская проблема, мы на ней довольно подробно остановились, проблема транспортная, да? Да. И вот она уже решается. Я прошу слушателей присоединяться. 788-3605. А тут я хочу еще сказать вот что. Наш уважаемый собеседник, не только житель, можно сказать, коренной, да? Вы переехали в молодые годы в этот район, когда там еще ничего не было абсолютно. И вы возродили храм Благовещения Пресвятой Богородицы Федосьина, да? Да. Прошло время, и вы стали старостой этого храма. Да, я по благословению Святейшего Патриарха Алексея собирал приходскую общину, защищал храм от сноса. И, собрав общину, мы ее зарегистрировали с трудом, потому что регистрировать начали в 90-м году. Тогда, к сожалению, к церкви еще было очень непростое отношение. Смогли зарегистрировать только в марте 91-го года. И вот с тех пор собирали крупные организации на помощь в виде жертвователей. Восстановили храм, он был совершенно в руинах, были аварийные своды, там не было кровли, не было ничего. Стояли просто разрушенные стены. Удалось его воссоздать и... За счет каких средств? Сначала это были организации, жертвователи. Я привлекал из своих друзей старых, с которыми когда-то просто и дружил, или работал. Это первые, кого мы привлекли. Потом нашли новых жертвователей в районах и Переделкино, и Солнцево, и Внуково. А рабочие руки? Рабочие руки, мы приходили, многие люди бесплатно помогали. Кого-то приходилось нанимать на те средства, которые нам жертвовали. И вы сами, да, по выходным, наверное? Какие выходные? Храм с первых дней стал моим основным местом работы. Я уволился с работы. Ради храма? Да, я полностью посвятил себя храму с первых дней. Иначе было невозможно. Надо либо было работать, иногда помогать храму на субботниках, либо работать было в храме некому. И так получилось, что для того, чтобы реально делать дело, нужно было оставить работу, и я занялся полностью храмом. И вот с тех пор храм практически стал делом моей жизни. И после того, когда мы основные работы сделали на средства крупных организаций, потом всё остальное, и благоукрашение храма, и роспись храма, и иконы храма, которые сейчас написаны, иконостас, это всё делается на средства наших прихожан. Большой приход у вас? Большой. И храм не вмещает всех желающих. Гораздо больше, в несколько раз больше прихожан, чем может себе храм вместить. Поэтому мы рассчитываем на то, что в районе всё-таки ещё будут строиться храмы. Уже построен храм в Орлово, но он далеко от многих жителей Новоперезелкина. Это всё-таки в стороне пока это деревня Орлова, окраина Новоперезелкина, где горнолыжный у нас комплекс. Мы планируем найти решение архитектурное на территории Федосинского храма, построить ещё один храм. Сегодня мы строим пока дом Причта. Наконец, нам удалось, много лет шли споры с Московым наследием, чтобы получить разрешение на согласование на территории памятника архитектуры, построить дом Причта. И вот уже к Пасхе мы сделали котлован, забетонировали. Неделю назад приезжал епископ Игнатий, который руководит храмами западного округа Москвы, совершил торжественное молебен и заложил памятную капсулу в основании этого церковного дома. Работа идёт полным ходом, пока в кредит, потому что у нас средств собрано недостаточно. Мы с организацией, которая строит, договорились, что они работают, а мы постепенно будем с ними расплачиваться, по мере пожертвованный денег. И надеемся, что через год, через полтора этот дом будет стоять, и тогда вот этот бытовой неухоженный городок, эти строительные бытовки мы, наконец, ликвидируем. У нас воскресная школа, прекрасная. Например, хор в воскресной школе занимает первые места даже на всероссийских конкурсах, и призовые места на международных конкурсах. У нас прекрасная театральная студия, столярная мастерская и много чего ещё есть. И всё это при храме, да? Но всё это в строительных бытовках, в этих ужасных условиях. Ну, госпомощь, Эрнест Эммануилович. А у нас звонок. Семь-восемь-восемь-тридцать-шесть-ноль-пять. С нами Александра. Здравствуйте. 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 Вопрос такого характера. Я живу в новом доме по улице. Алло. Алло, слышно меня? Вот пропал немножечко звук. В новом доме по улице? Лукинская, 8, корпус 1. Ага. Так. В нашем районе нет постоянной уборки территории. Убирается только, когда жители уже пишут в управу. И вот просьба такого характера посодействуйте, пожалуйста, для печенья этой ситуации. Очень неприятно как бы выходить на улицу, когда вокруг мусор. Спасибо. Я сегодня же этот вопрос уточню. Видимо, это связано с тем, что у вас убирается пик. Пик комфорт, который пока, видимо, не передал ещё дома, да? Да, да, да. Вот это проблема с этой организацией. Очень как бы ситуация никак не разрешается. Мы страдаем от этого. Я буду встречаться буквально завтра, послезавтра на праздничных днях с префектом. Мы обсудим, как можно с пиком здесь нам решить вопрос уже радикально, потому что он очень обижает всех жителей, которых заселил в свои дома. Там огромная проблема у вас, я знаю, и до сих пор не дают свидетельство о собственности. Люди не могут прописаться и детей в школу зарегистрировать. Там много безобразий. И управа решает вопросы уборки, хотя и не должна была бы там убираться. Управляющая компания должна заниматься этим вопросом. Я сегодня же зайду к главе управы. Мы договоримся, чтобы и к праздникам там убрались, и пока с пиком радикально не решили проблему, чтобы каким-то образом подрядная организация в районе, одна из них, занималась регулярной уборкой. 788-3605. Эрнест Томанович Макаренко, глава муниципального округа Новопеределкино. Но уж, коль скоро говорим сейчас о проблемах вашего района и о путях решения, нельзя не упомянуть аэропорт Внуково. Вы же вели такую довольно-таки серьезную борьбу с недобросовестными авиакомпаниями и добились того, что они как-то стали корректировать свой взлет и посадку. Знаете, не всего пока добились. Добились чего? Чтобы было понимание у жителей, у наших радиослушателей, аэропорт Внуково в этом не виноват. Аэропорт Внуково – это пассажирский терминал. Это компания, которая выпускает самолеты, а дальше пилот предоставлен, в общем-то, сам себе. И есть определенный закон, который четко регламентирует движение самолетов на вылете из аэропорта. Трассы, схемы выхода из аэропорта, они согласованы во всех международных организациях и являются законом для каждого экипажа. Но если в Европе все пилоты, в том числе российские авиакомпании, соблюдают этот закон, то у нас происходит просто воздушное хулиганство. И ни одна трасса самолетов над Новопеределкино не проходит. Они все расположены так. Мы договорились в свое время со штурманской службой аэропорта Внуково, нашли абсолютно полное взаимопонимание, откорректировали эти трассы так, чтобы максимально отодвинуть их еще больше от жителей Новопеределкино, чтобы меньше подвергать шумовому воздействию. Но авиакомпании многие, к сожалению, даже Трансайра, крупная наша компания, нарушают, летят на низкой высоте, на взлете, отклоняясь просто в опасной близости от жилых домов проходят. И это сами же пилоты говорят, внуковские, что это чревато, в общем-то, и не только страшными такими шумовыми воздействиями, которые пугают людей, это чревато и катастрофой, не дай бог. Для того, чтобы это решить радикально, на первое время мы договорились, еще раз повторюсь, откорректировав трассы, всем экипажам доводится до сведения необходимость соблюдения установленных схем выхода из аэропорта. Но это, знаете, звучит примерно так, что водителю перед выездом из гаража говорят, уважаемый, ты скорость-то соблюдай, ты не обгоняй в нарушении. Да, вот примерно так это выглядит. Как говорят сами диспетчеры, штурманы аэропорта, вы когда по дорогам ездите, нарушаете иногда, нарушаете, а в воздухе даже ГАИ нету. И вот сейчас мы... А вы же акустические мониторы хотели установить. Да, вот мы договариваемся ускорить это решение вопроса, еще пока нету решения со сроками, я его добиваю, чтобы это было как можно скорее, мы включили в программу московскую установку акустических мониторов, это мониторы контроля воздушного пространства. В программе они есть, по нашей просьбе. Теперь вот вопрос о реальном воплощении. Я работаю для того, чтобы это как можно скорее было в этом году выполнено, чтобы, по крайней мере, уже были выделены финансы на монтаж этих мониторов. Но это половина дела. Для того, чтобы эти мониторы работали, они будут пока работать просто, простите, в демонстрационном режиме. Закона нет. Необходимо принять закон, который будет штрафовать на основании данных этих мониторов в автоматическом режиме авиакомпании, как это делается во всем мире. Как сейчас на дорогах нас штрафуют за выезд на автобусную полосу с помощью ввода аппарата. То же самое будет происходить с самолетами. Тогда вопрос будет решен радикально. 788-3605. С нами Людмила Викторовна. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Женастин Милович, очень большое спасибо за самолеты. А то, на самом деле, нас очень здорово это раздражало. Неудобно, да? Мой вопрос такой, что вот очень часто пробка... Я живу на улице Шолохова, около 6-й дом, да? Очень часто образуется пробка, и они вот газуют тоже. Будет какая-то развязка. И второй вопрос. У меня очень сложно доехать до станции Новопереденкива, вот эта, которая в западном, поселке западном. Да, да, понимаю. И там реабилитационный центр, мы часто туда ходим. Но транспорт туда очень сложный. Никак не доедешь к определенному времени по расписанию электричек. Я понял. Я после праздничных дней обязательно выясню в Мосгортрансе, что возможно там сделать, и мы постараемся договориться вместе с управой, чтобы реально была более удобная доставка на эту станцию. И... Реабилитационный центр, тем более. И центр, да. Что касается развязки, по завершении строительства метро в нашем районе, Боровское шоссе будет полностью реконструировано, оно будет бессветофорным, будут эстакадные развязки, и пробки эти прекратятся. А сейчас на перекрестке Шолохова с Боровским шоссе мы реорганизуем движение таким образом, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность перекрестка из области в город, где в основном стоит пробка сейчас. 788-3605. Еще один звонок. Давайте возьмем. Надежда Михайловна, здравствуйте. 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 Я житель Новопеределкина. Меня интересует вопрос. Будет ли завтра какой-нибудь митинг у обелисков Федосина? Да, Федосина будет. В 11 часов из храма нашего благовещения Федосина выходит крестный ход к памятнику, как всегда традиционно. Совершаем панихиду по усопшим воинам и потом торжественный митинг. Спасибо большое. Удачи вам. В 11 часов. Приходите, Надежда Михайловна, с родными, с друзьями. Эрнаст Эммануилович, вот я знаю, что вы большую работу проводите также по реконструкции памятников в районе Новопеределкина. Расскажите, у нас совсем мало времени осталось. Так, чуть-чуть. Мы сейчас... Самая больная проблема – это памятник воинам-афганцам, которые сделали временно и до сих пор не выделено средство на его реконструкцию. Решаем вопрос в ближайшие дни. Мы его просто приведем в порядок, привлечем там дополнительные средства, чтобы его облагородить. Он совершенно имеет, к сожалению, неопрятный вид, недостойный воинского памятника. А памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, мы хотим не просто преобразить. Понимаете, память сегодня о войне, она не просто важна как память. Ее нужно нужно просто вот молодых ребят в это погрузить, погрузить в ту атмосферу, чтобы они почувствовали, чтобы они увидели величие духа нашего народа, чтобы они гордились и теми годами, и предками своими, и оружием нашим, и тем, что сделали наши деды и прадеды. Вы работаете с этими детьми? Это обязательно, потому что надо, чтобы люди и гордились, и любили это, потому что то, что любишь, то и защищаешь. И мы приняли такое решение, уже договорились с коллегами, на Федосино мы планируем установить пушку. Эта пушка уже стоит, ждет, мы ее сейчас будем приводить в порядок и готовить под нее постамент. А где пушку-то взяли? Договорились с нашим Министерством обороны, и вместе с главой управы решаем еще один вопрос. На территории школы на Лукинской улице стояла зенитная батарея, которая обороняла Москву, и там мы поставили памятный камень о том, что здесь стояла такая батарея, но теперь камня-то недостаточно. Это, да, памятный знак, надо поставить символ, которым и дети будут гордиться. Мы на территории школы, договорились уже, нам выделяют настоящее зенитное орудие, и вот там, на территории школы, где она когда-то и стояла, будет стоять это оружие как памятник, как напоминание о тех великих годах. Эрнест, простите, Эрна Степановна с нами. Здравствуйте, Эрна Степановна. Да, здравствуйте. Я Эрнест Эммануилович. Большое вам спасибо за такую передачу и возможность задать вопрос. Мы живем на спортивной улице, это поселок Внуково. Да. Скажите, пожалуйста, и вот очень сложно с метро, и это и маршрутка, и по полчаса ждешь, а вечерние часы так совсем плохо, и детский сад неудобно, вообще там очень в этом отношении сложно. Вот станция метро будет как-нибудь, я вот не очень внимательно, наверное, слушала, не очень поняла. Будьте добры, объясните. Да, будет станция метро в Рассказовке к 17-му году, и после того, как завершится строительство в Рассказовке, есть уже план в городе, который мы обсуждали с Московым архитектурой не раз, когда планировали станции Игнало-Перезелкино, метро пойдет во Внуково, и из Внуково пойдет в Троицк, и коридор под него уже зарезервирован от возможной застройки кем-то, да, то есть уже там никто его не построит, на этом коридоре ничего, то есть под станцией, по туннель все уже, земли стоят на резерве, и это точно после 17-го года начнут работу. Ну, понятно, где-то к 20-му году, да. Но сейчас вы будете подъезжать либо на Рассказовку, когда будет сдана станция метро, либо еще раньше сейчас сдадут станцию метро в Саларево и в Румянцево, и будет общественный транспорт идти туда, то есть это ближе, чем метро Юго-Западное, специально конечная станция будет вынесена на территорию Киевского шоссе. Да, спасибо, удачи вам, здоровья, всего вам хорошего. Спасибо. Ну, я благодарю всех наших радиослушателей, эфирное время подошло к концу, сегодня 8 мая, и вот, кстати, ровно месяц остался до дня всенародного голосования, когда мы будем выбирать кандидатов в депутаты Московской городской думы, и Эрнест Малович Макаренко у нас зарегистрированный кандидат, да? Да, я зарегистрированный кандидат по 39-му избирательному округу. Как раз от родного Новопеределкина. И Новопеределкина, и все наши соседи, и Внуково, и еще целый ряд районов дальше по новым территориям, по новой Москве, до Михайлово-Ярцевского. Ну что ж, удачи вам. Спасибо. Мне остается напомнить, что сегодня с нами был глава муниципального округа Новопеределкина, староста храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федосина, Эрнест Иванович Макаренко. Спасибо. Еще раз всех поздравляю с нашим великим праздником. С Днем Победы вас, друзья!